Из густого папоротника в разлившийся ручей, затем на камни, в болото и снова в заросли. Участники второго этапа Кубка Приморской Федерации Автомобильного Спорта по трофи-рейдам «Шатун-2019» на внедорожниках всех мастей двое суток покоряли грязь и лес. 40 экипажей в разных категориях испытывают себя и свою технику на прохождение навигационных и линейных специальных участков. Организаторы приготовили для участников 100 километров интересных и сложных маршрутов. Длинная гонка на выносливость по абсолютному бездорожью. В принципе, получилось хорошо проехать, здорово, что Стас хорошо рулил и тачка хорошо ехала. В первый день очень понравилась возможность навигации, потому что в этом районе никогда трофеи до этого не было. Ни у кого нет треков, ехали именно по тому, что видели на снимках. Участники трофи-рейда выявляли сильнейших и на коротком, но очень сложном и насыщенном спецучастке длиной чуть более километра. В машине всегда находятся два человека, причем оба пилоты. Только один ведет автомобиль, а второй направляет. На коротком участке задача экипажа пройти за один час максимальное количество кругов. Так проявляется степень подготовки автомобиля и мастерство пилотирования. Ребята с нашей же категории нам помогли выбраться. После этого мы решили немножко поднажать и в итоге мы приехали вчера первые. Ну это по итогам первого дня, по итогу второго дня у нас была кольцевая гонка. Почти все участники трофи-рейда «Шатун-2019» – опытные спортсмены, неоднократные участники и призеры международных соревнований. Следующий этап пройдет в сентябре. Всего их должно быть четыре. Организаторы предполагают, что гонки пройдут в Надеждинском районе Приморья. Дмитрий Беломестнов, Новости спорта на восьмом.